Морские круизы – прекрасный вид отдыха для тех, кто любит комфорт и размеренность. В Сочи и Крыму за несколько дней можно увидеть большое количество городов и полюбоваться морскими просторами родной страны, почувствовать и вдохнуть полной грудью свежий морской воздух, который вдохновит на новые открытия и достижения в жизни. Морское путешествие, как правило, осуществляется на круизном лайнере «Князь Владимир». Теплоход считается очень комфортабельным, настоящий плавучий отель, где есть все необходимое для разнообразного и безопасного отдыха, а также прекрасный ресторан с отличной кухней, где туристы находят блюда по своему вкусу и желанию. Судно представляет собой девятипалубный корабль, длиной 142 метра и шириной 22 метра, рассчитанный на тысячу пассажиров, из них около 200 – члены экипажа. Построен в 1977 году, в 2005 году полностью обновлен. До 2017 года лайнер назывался «Ройал Айрис». Отправление из портов в городах Сочи, Новороссийск, Ялта, Севастополь. Популярные маршруты на круизном лайнере «Князь Владимир». Даты круизов на 2018 год. Оправление из Сочи, Ялты, Севастополя 19 часов, из Новороссийска 19 часов, прибытие 8 часов. Маршрут круиза длительность круиза с воскресенья по субботу, Сочи, Новороссийск, Ялта, два дня, Севастополь, день в море, Сочи. 7 дней, 6 ночей с понедельника по понедельник, Новороссийск, Ялта, два дня, Севастополь, день в море, Сочи, два дня, Новороссийск, 8 дней, 7 ночей со среды по вторник, Ялта, Севастополь, день в море, Сочи, два дня, Новороссийск, Ялта, семь дней, шесть ночей с четверга по четверг, Севастополь, день в море, Сочи, два дня, Новороссийск, Ялта, два дня, Севастополь, 8 дней, 7 ночей. для справки. Не нужны загранпаспорта и визы. Теплоход не покидает пределов России. Составляется расписание круизов на теплоходе «Князь Владимир» по московскому времени. В стоимость круиза на лайнере «Князь Владимир» включены ниже представленные услуги. Проживание в каюте по выбранной категории с полной комплектацией. 7. Палуба. Каюта категории «Сьют». Двухместная внешняя каюта с окном, не открывается большой площади со всеми удобствами, туалет, душ, умывальник, двуспальная кровать, стол, телевизор, фен, телефон для внутренней связи, центральная система кондиционирования, ЦСК, розетка 220В. 5. Палуба. Каюта категории «Сьют». Двухместная внешняя каюта с окном, не открывается увеличенной площади со всеми удобствами, душ, туалет, умывальник, два односпальные кровати, стол, фен, телевизор, телефон для внутренней связи, ЦСК, розетка 220В, только в каютах номер 2031, 33, двуспальная кровать. Каюта категории «Б2». Двухместная внутренняя каюта, без окна, со всеми удобствами, душ, туалет, умывальник, два односпальные кровати, стол, фен, телевизор, телефон для внутренней связи, ЦСК, розетка 220В. Важно. В некоторых каютах возможно размещение третьего человека на дополнительном спальном месте в верхнем расположении плюс 100% от стоимости основного места. 4. Палуба. Каюта категории «А2». Двухместная внешняя каюта с окном, не открывается, со всеми удобствами. Каюта категории «Б2». Двухместная внутренняя каюта со всеми удобствами, без окна. 3. Палуба. Каюта категории «А1». Одноместное размещение в двухместной внешней каюте с окном, не открывается со всеми удобствами. Каюта категории А2, двухместная внешняя каюта с окном, не открывается со всеми удобствами. Каюта категории B1, одно местное размещение в двухместной внутренней каюте со всеми удобствами, без окна. Два палуба, каюта категории А1, одно местное размещение в двухместной внешней каюте с окном, не открывается со всеми удобствами. Каюта категории B1 – одно местное размещение двухместной внутренней, без окна, каюте со всеми удобствами. Каюта категории A2 – двухместная внешняя каюта с окном, не открывается, со всеми удобствами. Во всех каютах есть санузлы, спальные места, согласно указанной категории, шкафы или вешалки, обзорные окна, радио, розетка, обладающая небольшой мощностью, чтобы хватало зарядить телефон или воспользоваться электрическими приборами, а также спасательные жилеты. В отдельных каютах двуспальная кровать, размещение третьего и четвертого человека на дополнительном спальном месте верхнего расположения плюс 65% от стоимости основного места. Для справки, запрещается проносить на борт теплохода алкогольные напитки, электронагревательные приборы. Их перед круизом упаковывают, а возвращают по окончании круиза. Трехразовое питание, завтрак, обед и ужин, организованные по системе, шведский стол, включая безалкогольные напитки, чай, кофе, вода. В день отплытия – только ужин, в день прибытия – только завтрак. Ресторан находится на пяти палубе и благодаря расположению столиков возле окон позволяет наслаждаться не только превосходной кухней, но и величественными морскими ландшафтами. Бары На борту судна расположено 4 бара. Любой из них – уютное и комфортабельное место для приятного времяпровождения вечерами за бокалом любимого коктейля. Развлечения на борту – тематические вечера и ежедневные развлекательные шоу, викторины и конкурсы, познавательные мероприятия, кинопоказы, дискотеки, концерты, спа-салон, аквазона, три бассейна и джакузи, сувенирный магазин, салон красоты, детская игровая комната, библиотека, экскурсионное бюро. Во время вечерних мероприятий не приветствуется пребывание в пляжной одежде, шортах, шлепанцах и кроссовках. Важно, дополнительно оплачиваются алкогольные и безалкогольные напитки, спа-зона, кинотеатр, парикмахерская. Привлекательные скидки для гостей – 15% скидка детям до 14 лет, включительно. Предоставляется при размещении на основных местах, без дополнительных скидок за верхнее или за дополнительное место. 5% скидка пенсионерам. Предоставляется туристам, достигшим пенсионного возраста, женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет, без предъявления документов, остальным категориям по подтверждающим документам. 5% скидка сотрудникам силовых ведомств. Предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей, при предъявлении подтверждающих документов, действует только при размещении на основных местах. Круиз на теплоходе с ужином в СПБ скидки за размещение – 25% на верхние места – 3 чел, в каютах – В2 и А2. Обратите внимание, круизные компании предоставляют приятное предложение, на тот случай, если в данный момент нет денег, а путешествовать очень хочется – это круиз в рассрочку. Каждый может осуществить свою мечту на теплоходе по маршруту «Круиз из города Сочи в Крым» или «Экскурсия на теплоходе из Сочи в Батуми». Здесь возможна минимальная первоначальная оплата путевки – 40% стоимости. При этом 100% оплата возможна за 30 дней до круиза по цене, действующей на момент первоначальной оплаты. Круиз по Байкалу на теплоходе во время морского круиза теплоходом отдыхающие посещают самые популярные российские морские порты и достопримечательности. В Новороссийске можно сходить на экскурсию «Новороссийск» именем России наречены «Анапа», «Древняя и Вечно Молодая», «Геленджик», «Сафари-парк», «Абрау-Дюрсо», «Родина российского шампанского», «Кабардинка», «Жемчужина Цемесской бухты». В Ялте откроются красивейшие дворцы и крепости, где можно погулять по знаменитому Никитскому ботаническому саду, посетить «Ласточкино гнездо», «Аквапарк», «Атлантида», «Зоопарк», «Крокодиловую ферму» и «Музей», «Поляна сказок». Сочи – город-сказка, где можно осмотреть сам город и прекрасно провести время в многочисленных спортивно-развлекательных комплексах, построенных специально для зимней Олимпиады в Сочи. В Севастополе – посетить знаменитый историко-археологический заповедник, Херсонес-Таврический, увидеть множество военно-исторических памятников, посетить старинную Генуэзскую крепость. Какое время лучше выбрать для путешествия, в прямом смысле зависит от времени, желания и тех финансовых средств, которые человек готов потратить на путешествия. Для справки, на стоимость круизного тура непосредственно влияет время года и сезонной расценки. Традиционно их три – низкий, с 24 сентября по 8 октября, средний, с 11 по 18 июня и с 3 по 17 сентября, а также высокий, с 25 июня по 27 августа. Посадку на корабль можно произвести в любом порту, так как этот круиз имеет круговой маршрут. Официальное расписание рейсов, бронирование и продажа круизов указывается на сайте и в посадочном талоне. Лучше всего бронировать круизы за полтора-два месяца до начала. Именно в это время чаще всего происходит снижение цен на билеты. Для поиска круиза желательно использовать сайты, объединяющие предложения всех круизных компаний. После выбора конкретного круиза, для коррекции цены и брони используют официальный сайт, выбранный круизной компанией. Далее необходимо обязательно уточнить, пришвартуется ли судно у пристани или встанет на рейде. Круиз на Соловке из Москвы на теплоходе имеет три типа одежды. Повседневную одежду, удобную для отдыха и занятий спортом, одежду и обувь, пригодную для экскурсий в зависимости от сезона и особенностей маршрута. Элегантную одежду для вечерних посещений ресторана и вечерних мероприятий. Квалифицированный врач и мечестер на борту, которые работают круглосуточно на случай экстренной необходимости оплачиваются дополнительно. Важно, обычно посадка начинается в полдень в порту отплытия. Все пассажиры должны прибыть в морской порт не позднее, чем за два часа до отплытия. Лайнер опоздавших не ждет, опоздавший пассажир считается не явившимся на посадку, его бронирование аннулируется. При неявке в порт налагается штраф в размере 100% от стоимости круиза и деньги за круиз не возвращаются ни при каких обстоятельствах. Багаж сдается в порту и доставляется в каюту. Предварительно необходимо наклеить багажные бирки с фамилией и номером каюты, они будут вложены в пакет документов. Чаевые за доставку багажа по желанию. После прохождения таможенных и пограничных формальностей турист сдает свой паспорт, на время круиза, в обмен на карту, которая в дальнейшем будет служить как удостоверение личности. На заметку, в каждой каюте имеется информация о расположении служб, план карта лайнера, телефонный справочник различных служб судна. Перед отплытием обычно проводится учебная тревога, поэтому есть возможность взять спасательный жилет и принять участие в учениях. Подобные рекомендации помогут туристам определиться с выбором лучшего круизного маршрута для совершения увлекательного морского путешествия на современных комфортабельных судах. Более подробную информацию можно получить, обратившись к специалистам компании, генерального агента по продажам билетов на круиз, инфофлот. Экскурсия Сочи-Крым на теплоходе позволит расслабиться и временно забыть о своих домашних заботах, окунуться в мир красоты и спокойствия. Достопримечательности приморских российских городов впечатлят любого. Поэтому на эту экскурсию стоит съездить и получить мощнейший заряд положительных эмоций. Редактор субтитров А.Семкин